Вы слушаете канал GH.Club, Игнатий Лайола, ведущая фигура католической контрреформации. Игнатий Лайола, 1491, 1556, был баскским солдатом, который стал католическим священником и богословом после того, как мистический опыт убедил его, что он призван на служение Христу. Он основал общество Иисуса и иезуитов, для защиты Церкви и распространения ее учения и стал одной из ведущих фигур католической контрреформации. В юности он испытал значительное влияние рыцарской литературы и стал придворным и солдатом, служа в армии до 1521 года, когда был тяжело ранен в битве при Памплоне. Выздоравливая в доме своего отца, он читал книги о жизни Иисуса Христа и деяниях святых и убедился, что призван служить Богу. После выздоровления он отрекся от прежней жизни и посвятил себя бедности и христианскому служению. Он посвятил себя изучению, молитве и посту, отправился в Иерусалим и вернулся, чтобы официально изучать богословие в Испании и Франции. В Парижском университете он встретил шесть друзей, которые сформируют ядро того, что станет орденом иезуитов, который был утвержден Папой Павлом III в 1540 году. Девиз иезуитов «Иди, подожги мир», придуманный Лайолой, был, и остается, центральной директивой в защите догматов католической церкви и распространении ее послания о всеобщем спасении. Лайолу умер в 1556 году и был канонизирован в 1622 году, став святым Игнатием Лайолой. Школы, колледжи, университеты и семинарии по всему миру продолжают называться в его честь, поскольку он подчеркнул важность образования в продвижении и защите католического ведения христианства. Ранняя жизнь Игнатия Лайола родился в городе Аспетия на баскской территории Испании в 1491 году в семье знатных родителей из клана Лайола и получил имя Инига Лопес де Аниаса Лайола. Он был младшим из 13 детей от брака Дона Бельтрана и Баньеса де Аниаса и Лайолы и Донии Марии Саенс де Ликона и Балда и был посвящен своим отцом в священство, когда ему было 7 лет. Более поздние истории его жизни утверждают, что он изменил свое имя на Игнатий, когда приехал в Париж, но, по словам ученого Диармайда Макаллаха, изменение имени было результатом ошибки писца, когда он зарегистрировался в Парижском университете, и не было его выбором. Лайола в юности вовсе не задумался о церковной карьере, а стал мальчиком, пожем, слугой, родственника Дона Веласкиса, который пригласил его ко двору в Кастилью, где он вырос, чтобы стать придворным. Он научился искусству дипломатично говорить, этикету высшего общества, владению оружием и фехтованию, он славился своим вкусом, слыл опытным танцорам и дамским угодникам. Он, как утверждается, был вовлечен в несколько дуэлей и различных преступлений, да и после вступления в армию в возрасте 17 лет. Игнатий Лайола в доспехах На него также повлияла поэма XI века «Песня о Роланде», в которой великий французский рыцарь отдает свою жизнь, чтобы спасти своего короля и товарищей на перевале Ронсева. Лайола мечтал стать таким же рыцарем и достичь такого же героического бессмертия, как Эль Сид или Роланд. Обращение Однако в 1521 году в битве при Памплоне его правая нога была раздроблена рикошетом пушечного ядра от крепостной стены, одновременно была ранена левая нога. Он лечился в Памплоне в течение примерно двух недель, прежде чем вернуться в дом своего отца в Лайоле. Врачи обнаружили, что кости плохо срослись, и правая нога снова была сломана, но когда она начала заживать, деформировалась, и Лайола настоял на дальнейших процедурах в надежде, что он сможет полностью восстановить свою жизнь при дворе и на поле боя. После завершения процедур его перевели на постельный режим, пока он снова не сможет ходить, и, выздоравливая, попросили книги, которые он привык читать. Хотя более поздние биографы предположили, что он просил книги о религии, автобиография святого Игнатия Лайолы не поддерживает эту теорию, поскольку сам Лайола пишет, ссылаясь на себя в третьем лице. Поскольку Игнатий любил биллетристику, когда он оказался вне опасности, он попросил несколько романов, чтобы скоротать время. В этом доме не было такой книги. Вместо этого они дали ему «Жизнь Христа», Рудольфа Картезианца и другую книгу под названием «Цветы святых», обе на испанском языке. Б. Продолжение истории читайте на сайте jash.club